Девушки отдыхают Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Митинг, посвященный празднованию Дня России, состоялся в Азове. Археологами Азовского музея-заповедника найдена итальянская печать XIV века н.э. В Азове не зарегистрировано ни одного случая заболевания менингитом. В Азове не зарегистрированы случаи заболевания менингитом. Об этом сегодня сообщила заместитель главного врача по детству Ольга Руденко. Два дня назад появилась информация о том, что воспитанница одного из детских садов нашего города госпитализирована с подозрением на наличие энтеровируса. Известно, что у ребенка был контакт с больным менингитом, проживающим в Донской столице. Предположение, к счастью, не подтвердилось. У юной пациентки обнаружен конъюнктивит. Ежедневно, с целью недопущения распространения данного заболевания в организованных коллективах, то, чего мы слышали в городе Ростов-на-Дону, проводится осмотр детей на выявление признаков, таких как температура, различные катаральные явления, сыпь, с целью их отстранения от коллектива посещения и дальнейшим при необходимости решения вопроса о госпитализации. Кроме того, мы сейчас не допускаем детей, но это и проводилось и ранее. Если же ребенок более трех дней не посещал образовательное учреждение, то его не допускают при наличии справки, то есть, что он здоров и что он не был в контакте с детьми с инфекционными заболеваниями. В детском саду, в котором воспитывается ребенок, проведены карантинные мероприятия. Несмотря на то, что опасный диагноз не подтвердился, необходимо быть бдительными и при первых признаках заболевания оперативно обращаться за медицинской помощью. Кашель, насмых, вершение горли. Необходимо не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Потому что сама инфекция протекает очень легко. И характерно в основном легкие формы. Может подняться температура 1-2 дня, появится вершение горли, насмых, может появиться сыт, может появиться конъюнктивит, может появиться головная боль. То есть, характеризуется полиморфизмом. Необходимо обратиться к врачу, проведется соответствующее лечение. И ребенок, взрослый, на 2-3 сутки уже будет клинически здоров. И не будет никаких последствий. Всех просто прошу соблюдать личную гигиену. И еще раз напоминаю, в случае появления каких-либо катаральных явлений, обращайтесь за медицинской помощью. Специалисты Роспотребнадзора продолжают обследование дошкольных учреждений города. Главная задача – профилактика менингита. Несмотря на то, что диагноз не подтвердился, необходимо отнестись к ситуации серьезно. Энтеровирус передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. В связи с непосредственной близостью Донской столицы, вероятность возникновения заболевания высока. Информация о вспышке менингита в детском саду Ростова-на-Дону уже несколько недель занимает первые строки в новостях Федеральных средств массовой информации. В Азове, находящемся в непосредственной близости от Донской столицы, усилены меры профилактики против распространения энтеровируса. Специальная комиссия, в которую вошли специалисты Управления образования, Роспотребнадзора и Центральной городской больницы, проводят мероприятия во всех детских садах города. Проведен инструктаж сотрудниками детского сада по охране здоровья, жизни детей, по правильному режиму питания, правильному питьевому режиму. Мы держим тесный контакт с медицинским учреждением нашего города, с нашим отделом управления образованием. Комиссия проверяет санитарные условия дошкольных учреждений. Воспитанники детских садов проходят медицинское обследование. По последним данным, в Азове не зарегистрированы случаи заболевания менингита. Тем не менее, в каждом учреждении дошкольного образования усилены меры профилактики. Мы сейчас наблюдаем за состоянием здоровья детей. Особенно в часы приема, утром, а также на протяжении всего дня, который ребенок находится в детском саду. Также ведется наблюдение и усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, участков детского сада, групповых комнат, пищевого блока. В каждом детском саду города оборудованы информационные стенды. Воспитатели проводят регулярные профилактические беседы с родителями. Главная задача специалистов комиссий и педколлективов образовательных учреждений призвать азовчан отказаться от самолечения детей и в случае первых признаков заболевания немедленно обращаться к врачу. Вовремя полученная медицинская помощь спасет жизнь ваших детей. Как сообщалось ранее, Роспотребнадзор рекомендует временно ограничить купание в водоемах и использовать для питья только очищенную воду. День России – один из самых молодых праздников нашей страны. 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. В официальных календарях праздник, эта дата была внесена 2 июня 1994 года. О том, как отметили День России азовчане, вы узнаете из следующего репортажа. Мероприятия, посвященные Дню России, начались на Петровской площади. Впервые в Азове было организовано торжественное шествие, в котором приняли участие более 200 азовчан. Завершилось мероприятие на площади перед городским дворцом культуры, где состоялся митинг. Становление новой России не было простым. Но наша страна доказала свой высокий авторитет великой державой, которая сегодня занимает достойное место в мире. Можно долго рассуждать о том, как бы жила сейчас Россия, если бы не коренные преобразования, произошедшие в государстве. Но история не имеет дослагательного наклонения. Данные социологических опросов показывают, что чем дальше события тех лет, тем большее количество россиян одобряет выбранный России путь. Для кого-то 12 июня всего лишь очередной выходной. Но есть люди, их большинство, которые чтут один из основных государственных праздников Российской Федерации. День России и связывают с этим событием надежды на будущее. Только надежды на светлое будущее, чтобы наши дети были счастливы, чтобы была у них достойная жизнь и чтобы мы гордились ими. Это один из новых праздников. Я считаю, что, во-первых, люди объединяются. Это уже радует. Все улыбаются. Флажки, шары, как в прежние времена, добрые. Так что я считаю, что это уже праздник. Современный новый праздник. Само слово «независимость» мне очень нравится. Хотелось бы каждому пожелать личной независимости и, безусловно, независимости стране. Это величайший праздник, это отличный праздник. Вот, видишь, так вот, с семьей на митинг. Статичное утро с семьей на митинге. Каждый должен творить судьбу своей страны сам, поэтому я ожидаю только от наших граждан многого. Во время митинга учащиеся городских школ получили первый в своей жизни документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Мероприятие, посвященное Дню России, завершилось концертом. С каждым годом популярность праздника возрастает, привлекая все больше людей для участия в жизни страны. День России – праздник свободы, гражданского мира и добра, согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Олеся Слинко, Игорь Скуднов, Людмила Умлихина, Азов.Инфо. Свинцовая итальянская печать обнаружена на раскопе по улице Измайлова. Азовские археологи назвали находку сенсационной. Сенсационную находку удалось обнаружить азовским археологам на раскопе по улице Измайлова. Официальный выходной – День России – стал рабочим днем для ученых и датой, когда во время исследований найдена печать. Находка, выполненная из свинца, была прикреплена к бумаге или пергаменту и датируется XIV веком н.э. Поскольку материал, на котором составлялся документ, не может храниться столь длительный срок, судить о его содержании крайне сложно. В принципе, подобные печати могли удовлетворять что угодно, начиная от права собственности на какой-то земельный участок и кончая полномочиями данного лица. Допустим, что этому лицу доверено вести торговые или какие-то юридические дела. В зависимости от того, кто эту печать повесил. Судя по изображению, печать символизирует герб одного из родов итальянских дворян. Известно, что в средние века развивались торговые отношения Венеции и Таны. Поскольку печать из свинца, можно сделать предположение, что документ мог быть пошлиной или иным торговым соглашением. Для оформления более значимых бумаг пользовались золотыми или серебряными печатями. Герб четверочастный. Многие изображения тут видны. Вот, скажем, изображение башни. Вот так называемый щиток поверх всего. Здесь вот правое верхнее поле с вертикальной штриховкой. Здесь вот какие-то, то ли плоды, то ли листья, то ли еще какие-то знаки занимают это поле. Герб достаточно сложный по структуре. Это уже выработанная наука облазона. Так что найти его будет, я думаю, возможно. Ну, последнее слово тут, конечно, принадлежит фрагистам, потому что, в общем, наука о печатях – это достаточно сложная наука. Рядом с находкой археологи обнаружили землянку. Раскопать удалось кухню жилища, в котором находился погреб, и место ремесленника. Возможно, хозяин дома был собственником печати. Есть предположение, что в землянке могли жить слуги обладателя важного документа. Находка займет достойное место в экспозиции Азовского музея-заповедника. Это вторая печать, обнаруженная на Азовской земле. Первая была передана в фонд музея несколько лет назад. Она также выполнена из свинца и указывает на обладателя венецианского герцога Андреа Конторини. Археологи предполагают, что его печатью была заверена грамота за участие в событиях войны, которая разгорелась за право Венеции развивать торговые связи в Тане. Валентина Сираж, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В Азове начался капитальный ремонт мемориала «Павшим за Родину». До конца летнего сезона работы должны быть завершены. Об этом заверил мэр города, руководитель компании-подрядчика. В рамках ремонта будет полностью заменена плитка, оформляющая стелу и постамент. Цветовая гамма останется прежней. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа «Азов.Инфо.Спорт». Александр Истомин познакомит вас с событиями, которые произошли в минувшие дни в жизни атлетов нашего города. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Влажность воздуха 40%. Уровень воды в реке Дон на 46 см выше нормы. Температура воды в реке Дон плюс 23 градуса. Атмосферное давление 752 мм тутного столба. Гомофон в норме. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok